Помочь братьям нашим меньшим в рамках осенней недели добра прошла традиционная благотворительная акция «Уши, лапы и хвосты». Основная цель – сбор денег в помощь приюту бездомных животных «Атлант». Организаторами выступили детский клуб по месту жительства «Ровесник» и КТОС номер 14 администрации Октябрьского района. Участников акции ждала концертная программа, беспроечная лотерея и ярмарка продажи сувениров, книг и мягких игрушек. Все поделки из бисера и открытки – это работа воспитанников детского клуба «Ровесник». Цену на все изделия выбрали демократичную – 50 рублей. Организатор акции Жанна Задонского убеждена – нужно дарить добро, и оно обязательно вернется. В приюте «Атлант» на сегодняшний день 410 животных. Они строят вольер, чтобы было животным тепло, впереди зима, холода. Может быть, сегодня кто-то найдет из этих животных своих хозяев. Это самое главное для этой акции – отдать питомцев надежные руки. И они сегодня у нас здесь. А еще, конечно, им нужна помощь. Помощь материальная. В акции принял участие волонтерский отряд Владимирского филиала Российского университета кооперации. Они не первый год помогают в проведении благотворительных мероприятий. Волонтер Ксения Майорова считает, что такие акции можно проводить и почаще. Любой вклад в такие добрые дела – это большой плюс для приютов. То есть даже все 50 рублей – это уже корм для кошек или собак. То есть я считаю, что это очень даже хорошо. Марина Пронина с дочкой узнали об акции по объявлению и решили внести свою лепту в общее дело. И сами посмотреть, и показать детям то, что есть животные, которые живут на улице, и то, что им тоже надо как-то помогать. Тем более зима приближается, холода. Чтобы мы стали добрее, дети наши были добрыми тоже. И помогали ближним, и братьям нашим меньшим. Общими усилиями организаторам акции удалось собрать 2730 рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых вольеров, покупку медикаментов и корма для животных. Евгения Полагина, Игорь Липский, Дмитрий Шаталов. Губерния 33.